Я не хочу ничего заполнять. Здравствуйте, отказываю в вашей просьбе. Прошу представливаться. Вы к кому обращаетесь? Вы кто у нас присутствует? Человек с именем Денис. Итак, вы производите видеозапись? Вы ко мне обращаетесь? К человеку? Или к кому? Итак, судом разъясняется положение статьи 24.3 кода в Российской Федерации в административных правонарушениях, согласно которой фотосъемка, видеозапись, трансляция открытого рассмотрения административного дела производится лишь с разрешения судьи органов должностного лица, рассматривающих дело в административном правонарушении. Вами такого ходатайства явно не было. Пожалуйста, прекратите и следите ходатайство. Я жду. Ждете чего? Вам были разъяснены положения статьи 23.3. Нет акцепта в вашем положении. Не акцептирую я их. И вообще, культурные люди представляются для начала, как можно к вам обращаться. Я назвал, как ко мне можно обращаться. Судом было доведено до сведения, необходимо прервать видеозапись до разрешения соответствующего ходатайства. Каким судом? Кто вы такая? Необходимо прервать видеосъемку. Необходимо кому? Я не могу понять. Вы кто? Это ваше оборудование? Нет, это оборудование персоны. Какой персон? Персон Куприянов Денис Владимирович. А я человек Денис. Я прошу вас выключить видеосъемку до тех пор, пока мы не разрешим соответствующего ходатайства. Так я не могу понять, кто меня просит. Вы даже не назвали себя. Итак, вы прекратили? Ничего не начато, ничего не сказано. Вы не представились, кто вы такая. Я тоже прошу вас представиться. Давайте просьба на просьбу. Кто ждет? Человек ждет. Я являюсь сувереном в этом здании. А физическое лицо является низшим по сравнению к суверену, к человеку. Вы можете это понять юридически? Я вам приказываю назвать себя. Как можно к вам обращаться? Итак, тишина в зале судебного заседания. Как-то странно вы себя ведете. Не представляетесь, кто меня просит. Итак, тишина в зале судебного заседания. Мы прекратили, да? Итак, судебное заседание объявляется открыто. Не рассматривается жалоба Куприянова Дениса Владимировича на подстановление. Право нарушения за номером 188-166-21-30-59-133-71 от 11 октября 2021 года, которым Куприянов Денис Владимирович был привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Итак, в судебное заседание у нас сбилось лицо в отношении, которое ведется производство по делу в административном правонарушении. Пожалуйста, устанавливается ваша личность. Представьтесь. Какая моя личность? Я вам сказал, что это живой мужчина, человек, народ России, собственным именем Денис. Где вы тут личность увидели? Вы меня оскорбляете. Документы посмотрите, материалы дела. Как ко мне надо обращаться? Никакой личности здесь не присутствует. Итак, пожалуйста, устанавливается личность человека. Пожалуйста, продолжайте дальше. Вы отказываетесь? Как я отказываюсь, если я уже назвал себя трижды практически. Еще раз могу повторить. Я человек, живой мужчина, с собственным именем Денис. Главный бизнес, царь, персоны, Куприан Денис Владимирович, распорядитель, учредитель. А персоны самой здесь нет. Спасибо. Скажите, пожалуйста, когда вы родились? У меня нет ответа на ваш вопрос. Вы отказываетесь, да? Я сущность и проживаю вечно. Я не рождался. Человек. Понимаете? Итак, скажите, пожалуйста, где вы зарегистрированы? Кто зарегистрированы? Человек не может быть зарегистрирован. Отказываетесь говорить суда указанных сведений? Нет, я сказал. Человек. Вы русский язык понимаете? Я живой. Где вы проживаете? На планете Земля. Далее? Далее Вселенная. Безграничные просторы Вселенной. Итак. У меня вопрос как... Денис Владимирович. вы меня оскорбляете сейчас какими-то буквами непонятными? Денис Владимирович. Вы не оскорбляйте меня. Я назвал, как меня можно называть, назвал, как меня можно называть, а вы не оскорбляйте меня, пожалуйста, какими-то непонятными буквами, Дмитрий Владимирович, это же непонятно, я же вас не называю никак, Абургадейка или как-то еще. Кто вы-то? Персоны нету здесь, не присутствует. Дмитрий Владимирович, соблюдайте, пожалуйста, регламент, вам будет предоставлено слово для выступления. Занесите в протокол, что персона отсутствует при рассмотрении, вы как не поймете-то, нет персоны. Вы не желаете принимать участие в настоящем рассмотрении? Я веду дела персоны, я не принимаю участие, вот вы ведете дело, и я нахожусь как ведущий дела персоны. Денис Владимирович, соблюдайте, пожалуйста, регламент судебного заседания. Не оскорбляйте меня вот этими буквами, не оскорбляйте, я прошу вас третий раз, обращайтесь ко мне как положено. Вы что, оскорбляйте-то меня каждый раз? Вы нарываетесь на дискриминацию, что ли, или как? Жалоба на постановление рассматривает судья Дагустроевского районного суда города Нижнего Кривоцкого области Кузнецово протокол судебного заседания ведет секретарь Джабраилова. Лицо, в отношении которого ведется производство подделов в административном правом нарушении, разъясняется право отвода. Я человек, обладающий правами персоны Куприянов Денис Владимирович, обладаю информацией, что поступил отвод, который находится в канцелярии суда, понимаете? Которое необходимо рассмотреть. Вы подавали такой отвод? Не я подавал. Почему вы меня инфицируете как-то по-разному? Персона подала, а у меня есть информация. Я также, наверное, с вами веду дело это. И вы должны руководствоваться моим мнением. В судебном заседании объявляется перерыв на 5 минут для проверки информации относительно поступления каких-либо адаптств в приемную суда. Какая же ваша позиция?